Сегодня мы начинаем четвёртую тему наших занятий. И в курсе введения в психологию всего тем, всего тем семь, но три из них нужно знать, пожалуй, любому человеку с высшим образованием. А сейчас мы как бы переходим на второй круг. Мы переходим к уже, собственно, общей психологии. И надо сказать, что наша четвёртая тема, помните, мы говорили в третьей, есть природный индивид, социальный субъект и, собственно, личность. Так вот, четвёртая тема будет посвящена природному индивиду, пятая будет посвящена человеку в обществе, а шестая тоже будет разговор о личности, но в контексте той деятельности, которую она осуществляет. Впрочем, не будем забегать вперёд. Тема четвёртая. Возникновение и развитие психики. Тема четвёртая. Возникновение и развитие психики. Вы знаете, перед этой четвёртой темой мне бы хотелось сказать несколько слов об основателе нашего факультета. Надо сказать, что теперь мы основными своими книгами будем иметь книги Алексея Николаевича Леонтьева. И вот в этой теме это книга «Проблемы развития психики». Проблемы развития психики. И вы знаете, наверное, для начала мне бы хотелось немножко сказать об Алексее Николаевича Леонтьеве. Алексей Николаевич Леонтьев, ну вот как его воспринимают сегодня? Многие его ученики говорят, он создавал для нас парниковый эффект. Вы не застали того времени, скажем, середины 60-х годов, когда образовывался наш факультет. Тогда, наверное, вас ещё и на свете не было. А вот в те годы, понимаете как, нужно было быть умелым социальным индивидом и оставаться при этом личностью. Вот таким был Леонтьев. Для нас он был, знаете, недавно один, я скажу вежливо, один нехороший человек назвал нашего президента то ли бандитом, то ли атаманом. Я не помню как точно. Атаман. Как бы главарь разбойников. Было 12 разбойников и был у них там Кудеяр-атаман. Так вот, простите меня, я не погрешу против истины, если скажу, что Алексей Николаевич Леонтьев для нас был царь-батюшка и в хорошем смысле атаман, потому что свою, свою книгу, свою докторскую диссертацию, которую Леонтьев защитил в 1940 году, ему было меньше 40 лет, он докторскую диссертацию под названием «Проблемы развития психики», то есть нет, даже просто «Развитие психики сначала», он в 1959 году издал, вот под уже названным именем, в 1961 он, правдой и ложью, разными путями, как социальный индивид добился, чтобы книга получила ленинскую премию, так он вырастал в наших социальных глазах, вернее не в наших, а перед тогдашними властями. В 1965 году он пошел на любые уловки, чтобы именно в Москве организовался съезд психологов, куда приезжал и Жан Пиаже, и мы можем сказать, что Жан Пиаже благословил открытие нашего факультета. Властям ничего не оставалось делать, кроме как открывать факультет. Ну тогда уж, если в Москве, то и в Ленинграде тоже. И в 1966 году это было сделано. И вы знаете, у Леонтьева, давайте из песни слова не выкинешь, я скажу сразу, почему психологи курят? Вот почему психологи, которые учились тогда, почти все курят? Вы знаете, Леонтьев не то что курил, это мало сказать. Он не вынимал сначала папиросу, а затем более легкую сигарету, новость изо рта. И на нашем факультете дым стоял. Туда войти нельзя было не закурив. И, а вот удивительно, а что же это означает? Спросим у какого-нибудь надежного нашего помощника, у философа или гештальтерапевта. Что такое курить? Курить, оказывается, говорит Перлс, и он свою книгу начинает именно с этого. Курить, это пускать пыль в глаза. Я говорю метафорично. Из Кремля смотрят, что у них там через Манежную площадь происходит, на Маховой, на проспекте Маркса. Может, беспорядок какой? Может быть, там что-нибудь происходит нехорошее, с нашей точки зрения? Смотрят туда, а там дымовая завеса. Пелена. Там курение стоит. Я говорю это метафорично. И вы знаете, вот сказал бы теперь так. Некоторое время назад молодые люди, наверное, хорошие люди, бог им судья, сняли фильм по заказу американского телевидения. Возможно, и вы увидите этот фильм. Я, во всяком случае, его не видел, да и смотреть не хочу. Позже поймете почему. Они пригласили людей, которые знали Леонтьева, которые знали Рубинштейна. И чтобы, как вот, понимаете, в пору гласности люди бы поделились своими впечатлениями, что там было на самом деле. И говорили люди и правду в социальном смысле. Кто-то на кого-то, простите, доносы писал. То есть, социальная жизнь, это социальная жизнь. Так вот, эти молодые люди, они все это вкусненькое, так сказать, клубничку отрезали и сделали фильм. Американцы удивлялись вообще. Только русские могут так себя бичевать. То есть, вся психология, это кусок грязи. Правда, в конце там появляется некий персонаж, который говорит, я вас поведу в духовную психологию. Но мы уже сказали, что никакой духовной психологии быть не может. А может быть альтернатива. И вы знаете, когда на одном из курсов, где я тоже вел, показали этот фильм, там получилось столько негативизма по отношению к общей психологии, что мне долго пришлось исправлять тот эффект, который был, тот вред, который был нанесен показом этого фильма. Если у вас отважная душа, если вы не боитесь смотреть в лицо грязному, смотрите этот фильм. А если вы сомневаетесь, то лучше пока не надо. Лучше сначала изучите психологию, а потом смотрите на тех, кто ее поливает грязью. И тогда я скажу честно про книгу развития психики, проблемы развития психики. Там есть очень разные части. Ведь она получила Ленинскую премию. Там есть и части, когда Леонтьев, ну грубо скажем, подлизывается к властям, он пишет о будущем коммунизма и так далее. Но мы будем брать из этой книги только то, что прошло надежную проверку временем. И вы знаете, первый из этих вопросов, прошедший проверку временем, мы запишем в нашей тетради. Это действительно культурный текст, а личность, между прочим, мы вот сравнительно недавно говорили о личности в третьей теме. Личность, я вам скажу, это никто иной, как критический испытатель культурных предметов. И вот мы теперь попытаемся быть личностью по отношению к Леонтьеву и испытаем его на прочность. Первый вопрос. Критерии психического. Критерии психического. Гипотеза о возникновении чувствительности в скобках А.Н. Алексей Николаевич Леонтьев и А.В. Александр Владимирович Запорожец. У гипотезы два автора, хотя мы ее будем излагать по Леонтьеву. Точка и дальше. Психика, как ориентировочно-исследовательская деятельность. Психика, как ориентировочно-исследовательская деятельность. В скобочках П.Я. Петр Яковлевич. Гальперин. Петр Яковлевич Гальперин. А теперь приступаем к раскрытию первого вопроса. Первый фонарик. Критерии психического. Вы знаете, теперь уже мы как бы по второму кругу, идя, говорим о психике подробно. Есть проблема выделения, проблема понятия психики. Понятие, как мы знаем по Аристотелю, имеет объем и содержание. Объем это класс объектов, входящий в понятие. А содержание это признак понятия, существенный признак всех данных объектов. Так вот, мы и будем называть признаки психики. Иногда начинают не с того. Спрашивают, например, ну у человека есть психика, у животных психика есть, говорят есть, а у растений психика есть, и тут начинается колебание. То ли есть, то ли нет. Леонтьев, например, категорически считал нет. А кто-то ему возражал. Но этот разговор надо начинать, ну как бы не с той ноты. Надо не спрашивать, есть ли, скажем, у таракана психика. А надо начинать разговор с того, каков критерий психики. Если мы этот критерий найдем, мы будем рассуждать логически, то, надо сказать, тогда мы и будем устанавливать, у кого есть психика, и у кого нет. Вслед за Леонтьевым мы выделяем различные критерии. Доску нам скоро сделают. Мне это обещал декан факультета. Это будут критерии классические, которые предшествовали. А здесь у нас будут критерии современные. Вы знаете, вам страничку не надо делить пополам. Это нужно мне на доске, а вы просто перечисляете сначала классические критерии, потом современные. Просмотрим такой классический критерий. Пожалуй, для собственно научной психологии это первый критерий. От слова человек он называется антропопсихизм. Антропосчеловек. Антропопсихизм. Подумаем. Подумаем вместе. Психика принадлежит только человеку, утверждает данный критерий. Таков объем понятия. Психика только у человека. Почему? Каков критерий? Только человек может дать о себе субъективный отчет. Только человек может дать о себе субъективный отчет. Он, скажем, обладает рефлексией, обладает интроспекцией. Но мы скажем, нам это не нравится. Слишком узкий критерий. Нам хотелось бы, чтобы мы изучали и животных. Мы предполагаем, что у них есть психика. Например, Толмен показал, что у них есть когнитивные карты. И тогда этот критерий нас не устраивает. Он слишком узкий. Классика предлагает второй критерий. Пан-психизм. Пан-психизм. Пан означает все. Другая крайность. Психика – это свойство любой материи. То есть, все вокруг одушевлено. Если говорить по-бытовому. И тогда, прикинем так, нам покажется вдруг, что этот критерий предлагает какой-нибудь мистик-шаман. Все вокруг одушевлено. У стола, стула, есть души и так далее. Ничего подобного. Этот критерий предлагают, не буду называть имен, французские философы-материалисты в 17-18 веках, довольно давно. Философы-материалисты. И тогда посмотрим, какая здесь хитрость со стороны материалиста. А материалист вообще не хочет изучать психику. Психика идеальная, и он не хочет ее изучать. Дело в том, что если психика везде, то это то же самое, что ее нигде нет. Хитрость-то какая? Если психика это просто свойство материи, то нам говорят, изучайте материю, будьте физиком, химиком, а не психологом. А психика, иногда есть такое словечко, эпи, через э оборотное, эпифеномен, надфеномен. Психика, она существует, как свойство любой материи. Изучаете материю, значит, изучаете и психику. Короче говоря, панпсихизм не выделяет критерия психики вообще. Он не рассматривает эту проблему. Психика везде есть, и что это такое, остается непонятным. И, наконец, третий вариант в классике. Био-психизм. Био-психизм. Био-это жизнь. И тогда по объему понятие становится таковым. Психика – это свойство живой материи. Конечно, это уже нам ближе. И критерии жизни мы можем выделить. Это рост, это размножение, это способность к передвижению, способность двигаться. Все это будет критериями психики в данном случае. Но! Посмотрите. Здесь утверждается, что если субъект жив, то у него есть психика. А что такое психика, вновь не говорится. То есть здесь как бы нам говорят в панпсихизме «Будь физиком, а не психологом». А здесь нам говорят «Будь биологом, а не психологом». И, соответственно, критерия психики здесь тоже нет. Критерия психики здесь тоже нет. И тогда мы видим, что классика оставила нам с вами проблему критерия психики. То ли это слишком узкий критерий, то ли критерия нет вообще. И тогда мы переходим к современности. Сразу скажу, что здесь опять не рисуйте табличку, она носит вспомогательный характер, просто для доски. Это не табличка, а это попутное рисование каких-то поясняющих слов. мы в прошлой теме говорили о том, что к личности есть два подхода структурный и функциональный. Структурный – это значит, мы ищем свойства, ну, например, свойства субъекта. А функциональный – это, помните, если на этой доске было нарисовано слово «музиль» сравнительно недавно, так его роман «Человек без свойств». Так вот, пусть у нас эти два подхода и встретятся, и пусть они по-разному ответят на вопрос о том, каковы критерии психики. Один подход будет структурный, а другой – функциональный. Структурный подход к психике будет называться конкретно нейропсихизм. Нейропсихизм. По объему это что такое? Психика есть там или у тех живых существ, у которых наличествует, у которых есть нервная система. Хотите искать психику по структурному критерию? Ищите нервную систему. Ведь это очень хороший критерий, объективный критерий наличия нервной системы. Но почему-то этот критерий не устраивает Леонтьева. Подумаем, почему. Попробуем порассуждать. Вот у человека развитая нервная система с головным, спинным мозгом и так далее. У человека тогда совершенно ясно нейро, с точки зрения нейропсихизма психика есть. А если, например, мы возьмем и пойдем все ниже и ниже по эволюционной лестнице, будем рассматривать животных, будем встречать, скажем, я не физиолог, поэтому опускаю это в своем рассказе, строение нервной системы. Это нам можно и не знать в принципе как психологам. Хотя лучше знать, но для этого есть иные курсы. Ганглионарная, сетевидная система. В конце концов мы находим некое существо типа амебы или инфузории туфельки и начинаем исследовать, а там нервная система есть или нет? И тогда у нас вновь возникнет проблема, какая? А что такое нервная система? мы рано или поздно опять, так сказать, окажемся в тупике. Мы сказали, психика есть там, где нервная система, а теперь нам надо определять, что такое нервная система. И тогда мы меняем вопрос и переходим к функциональному подходу. Вопрос не где есть психика, а зачем она нужна? мы начинаем применять принцип, который мы назвали когда-то вслед за Рубинштейном принципом единства сознания и деятельности. Применительно к психике это будет принцип единства психики и жизнедеятельности. Единство психики и жизнедеятельности. то есть совсем грубо скажем зачем психика необходима живому существу? И тогда мы пойдем так. Я сначала опишу проект нашего пути, а затем мы пройдем этот путь уже подробно. Мы должны сначала узнать в какой окружающей среде существует живое существо. В какой окружающей среде затем мы должны рассмотреть какие у этого живого существа жизненные задачи, а затем попытаться рассмотреть нужна ли для решения этих задач психика отражение реальности. Нужно ли отражать мир для решения этих задач? И если окажется, что нужна, то только тогда мы согласимся, мы согласимся, что если такая необходимость есть иметь психику, то значит у нее есть и свое телесное подкрепление. есть орган психики, нервная система. То есть идем, не говорим, что есть нервная система, а нервная система это результат развития. Какого развития? В окружающей среде приходится решать жизненные задачи, для этого решения нужна психика, и тогда необходима и нервная система. Это явно более надежный критерий, попытаемся им воспользоваться. Тем самым мы начинаем рассматривать психику как функциональное свойство. Функциональное свойство организма. Давайте скажем так, приведем какой-нибудь примерчик для начала. Скажем, возьмем какую-нибудь способность нашу с вами. Ну, например, способность говорить на иностранном языке. Спросим, ради чего мы, кто в пятом, а кто и со второго класса изучал иностранный язык? Ну, наверное, ради того, чтобы не ударить в грязь лицом перед учителем, чтобы получить хорошую оценку, чтобы среди сверстников быть на своем полноценном месте. Вот ради чего мы учились иностранному языку. И смотрите, и если затем мы никогда не попадем в среду носителей языка, но никогда не побываем в данной стране, то мы, наверное, и забудем этот язык. Он нам не нужен. Он отомрет. Посмотрите, функциональное свойство, оно может исчезнуть. Оно нужно ради чего-то. Структуры здесь нет. А если человек оказался в стране, ну, например, по тем или иным причинам он сменил страну проживания с нашей на какую-то другую, то уж поверьте мне на слово, человек вспомнит все то, чему его учили в школе, подчас даже неожиданно, и неожиданно для себя, и заговорить на этом языке. Вот что такое функциональное свойство. А теперь поговорим о психике. Мы начинаем излагать вторую часть вопроса гипотеза о возникновении чувствительности. Гипотеза о возникновении чувствительности. надо сказать, что Алексей Николаевич Леонтьев опирается здесь на труды Александра Николаевича Северцева. Александр Николаевич Северцев биолог, но биолог-эволюционист. Он рассматривает психику, он во-первых говорит психика есть, не все биологи так говорят. Он говорит психика есть, и психику он рассматривает как фактор эволюции. Психика нужна для эволюционного развития живых существ на Земле на каком-то этапе. Кстати, знаете, в дополнение, не удивляйтесь, если я вас немножко озадачу, в дополнение мы переходим теперь к Леонтьеву, к его собственной гипотезе, простите, мы сказали царь-батюшка, как звали последнего царя? Николай. Как звали его невинно убиенного сына? Алексей. Как зовут Леонтьева? Вот так. Еще и такой есть смысл для психологов. И поэтому мы пойдем дальше и скажем так, Алексей Николаевич Леонтьев опирается на труды Северцева и вслед за ним выделяет два типа окружающей среды. Вот мы сейчас по этой цепочке пройдем более подробно. Два типа окружающей среды. первая среда по-русски однородная или с латинским основанием гомогенная однородная или гомогенная. Ну, представим себе, что в гомогенной среде все вредное и полезное растворено, как в бульоне. И вторая, второй тип среды разнородная или гетерогенная, предметно оформленная или вечно оформленная среда. Там опасное и вредное представлено предметно. Это предметы. Договорились выделять два типа среды. Это разделение, конечно, условное. Гомогенной среды, наверное, в принципе не бывает. Но все-таки вот гомогенная среда. И мы условное наше живое существо, не будем мы называть его не амебой, не инфузорией туфелькой, а наш условный субъект, живой организм, существует в этой среде. Спросим, нужна ли ему психика? Психика это отражение реальности. Нужно ему раздражать, простите, забежал вперед со словом раздражимость. Нужно ли ему отражать мир? Да, пожалуй, нет. Почему? Потому что в гомогенной среде в принципе какой-то контакт с полезным для жизни веществом есть всегда. какая-то малая концентрация по определению всегда есть полезного и вредного для организма и тогда надо иметь не отражение, а раздражимость. Раздражимость это способность отвечать на воздействие, способность отвечать на воздействие жизненно важных свойств среды или просто свойств среды потому что они все так или иначе жизненно важны. раздражимость это способность отвечать на внешнее воздействие так можно короче и тогда что нужно нашему животному раздражимость а это еще не психика по крайней мере такая раздражимость еще не психика если контакт с положительным чем-то животное проплывает по направлению к тому месту где пищи больше и скажем отплывает от тех мест где есть опасность это еще не психика а теперь помещаем наше живое существо в гетерогенную среду помещаем в гетерогенную среду нашего условного субъекта и спрашиваем а здесь что ему нужно делать ну например здесь важные для жизни вещества оформлены как вещи предметы значит непосредственного контакта с ними нет или может не быть а если это так то пищу нужно бывает нужно искать пищу нужно активно искать нужна активность организма и тогда спросим а что как бы побуждает наше существо искать пищу а вот что данный пример я привожу вновь сославшись на своего друга и коллегу которого однажды вам называл когда-то мы вместе писали с ним учебник психология для непсихологов это Владимир Викторович Столин это его пример поэтому я на него и сослался но мне этот пример тоже очень нравится вот представим себе что у данного живого существа есть своего рода датчик ну датчик например который сообщает о том сколько в организме важных для жизни веществ сколько энергоносителей так сказать у нас у каждого есть такой датчик это показатель количества глюкозы в крови вот представим себе что этот датчик начинает сообщать сообщать нашему субъекту энергии осталось немного ее надо восполнять ее надо восполнять и предположим лишим нашего наше существо психики вообще спрашивается останется оно в живых или нет пожалуй нет и вот почему с одной стороны датчик сообщает энергии мало значит надо искать пищу значит надо работать надо действовать а действовать это значит тратить энергию а зачем ее тратить если ее и так мало наше живое существо попадает в тупик то ли искать пищу то ли не искать и сохранять оставшуюся энергию до полной гибели мы понимаем что здесь уже должно быть отражение отражение чего отражение собственных потребностных состояний это не леонтьевский критерий еще это критерий северцева это критерий многих биологов и физиологов что гонит искать пищу что побуждает к активности побуждает к активности голод а что такое голод это актуальное состояние пищевой потребности и голодное животное будет искать пищу до тех пор пока не найдет и так мы поняли у нашего живого существа появилось отражение своих состояний отражение собственных состояний проявляется эмоционально поэтому мы можем предположить что у живых существ есть аффективная сфера есть эмоции это спорный вопрос критики леонтьева говорят что он этого не учел но он действительно это не то что не учел а он не хотел это учитывать ведь простите говорить об эмоциях животного очень трудно объективно вот мы сказали должно быть а что это такое эмоция или нет мы в принципе не узнаем мы можем сравнивать себя например с человекоподобными обезьянами пожалуй их эмоции это наши эмоции по выражениям а что такое эмоции амебы мы вообще говоря не знаем и хотелось бы получить объективный критерий леонтьев настаивает на объективном критерии и тогда вернемся к нашему живому существу которое активно ищет пищу значит надо отражать предметную среду значит надо отражать предметы но Леонтьев говорит осторожнее может быть мы уже сказали лишнее среда предметная да а что в ней отражается сами предметы проведем эксперимент сидит маленький паучок и плетет сеть для мушек для своей пищи мушка попадется в сеть паучок к ней пробежит и захватит это пищевой объект а мы проверим паучка он что отражает сам предмет муху или что-то другое мы поставим вместо мухи к паутине камертон камертон вибрирует у камертона есть свойства вибрация оно полезно для жизни или вредно да нет ни то ни другое оно биологически нейтрально пока понятно и паучок побежит на камертон значит заключаем мы достаточно отражать свойства предметов и даже нейтральные свойства предметов которые обычно являются признаками признаками важных для жизни веществ признаками важных для жизни веществ таким образом Леонтьев приходит к такой гипотезе отражать достаточно свойства среды теперь как назвать эту способность в латыни скажем в английском сенс это чувство чувствовать органы чувств не эмоции чувства а органы чувств сенсорика и так далее Леонтьев говорит признак психики это чувствительность чувствительность как особый случай раздражимости поясним сначала бытовыми словами а затем дадим четкое определение бытовыми словами говорим так раздражимость это способность реагировать на что-то внешнее в принципе а чувствительность это способность реагировать на биологически нейтральное вы знаете шутки ради а в каждой шутке только доля шутки шутки ради можно сказать без психики субъекта не обманешь а вот нашего паучка можно было обмануть почему потому что у него есть психика он отражает свойства среды которые служат ему как бы сигналами о пище и Леонтьев говорит что чувствительность выполняет сигнальную функцию это сигнал это признак важного для жизни вещества ну а теперь пожалуй запишем определение чувствительности по Леонтьеву чувствительность а в скобочках способность ощущать чувствительность переводится как способность ощущать это способность субъекта отражать биологически нейтральные в скобочках абиотические биологически нейтральные в скобках абиотические скобка закрыта свойства среды которые объективно связаны с биологически важными с биологически важными в скобочках биотическими биотическими свойствами и как бы указывают на них и как бы указывают на них вот это и есть гипотеза Алексея Николаевича Леонтьева и Александра Владимировича Запорожца и в семинарских занятиях вы обсуждаете подтверждение или опровержение этой гипотезы а теперь мы поступим так мы запишем психика как ориентировочно исследовательская деятельность психика как ориентировочно исследовательская деятельность и за оставшееся время да в скобочках П.Я. Гальперин Петр Яковлевич Гальперин и за оставшееся время я могу лишь представить вам Петра Яковлевича Гальперина а не говорить о его трактовке психики Петр Яковлевич Гальперин вы знаете вот бывают такие соратники выдающихся ученых которые идут как бы рядом но их нельзя назвать учеником нельзя мне кажется Гальперина назвать просто учеником например Льва Семеновича Выгодского хотя Гальперин считает себя таким учеником но он развивает Выгодского заведомо нельзя сказать что Гальперин ученик Леонтьева скорее это сотрудник соратник Леонтьева мы знаем прежде всего так сказать визитная карточка Петра Яковлевича Гальперина это то что он создал теорию поэтапного формирования умственных действий он прежде всего известен как педагогический психолог но он конечно и общий психолог и он читал курс правда я его не мог услышать по возрасту но он нашим предшественникам читал курс и курс который учился незадолго перед нами ну просто был влюблен Петра Яковлевича и даже Алексей Николаевич немножко ревновал Петра Яковлевича к студентам и вот на такой хорошей ноте мы с вами на сегодня закончим и теперь давайте продолжим в прошлый раз мы начали новую тему тему четвертую возникновения и развития психики мы разбираем первый вопрос этой темы он касался уже критериев психического затем гипотеза возникновения чувствительности и наконец психика как ориентировочная деятельность в скобках Петр Яковлевич Гальперин закончим завершим этот первый вопрос и перейдем ко второму вы знаете я уже говорил что Петр Яковлевич Гальперин в хорошем смысле сотрудник Алексея Николаевича Леонтьева едва ли его можно назвать учеником скорее это сотрудник имеющий собственную точку зрения на психическое собственную точку зрения на то что есть психика и эта точка зрения на самом деле является более строгим критерием нежели тот который есть у Леонтьева одно замечание понять этот критерий и признать его полностью без всякого противоречия с Леонтьевым можно так Леонтьев занимается тем как возникла психика Гальперин занимается тем как она осуществляется уже возникнув то есть он не ставит вопроса здесь о генезе психики он просто задает вопрос что это такое и тогда он вводит термин ориентировка прежде всего поймем что такое ориентировка всякое действие скажет Гальперин включает в себя три части ориентировку в условиях в которых нужно действовать первая часть ориентировка в условиях вторая часть исполнение действия и третья часть контроль результата так вот ориентировка и само слово ориентировать означает для Гальперина слово как синоним предварять действие предвосхищать его мысленно предварять предвосхищать действие и затем направлять его ориентировать сориентироваться в ситуации это значит это значит как-то предварить выполняемое действие и затем сориентировать то есть направить его Гальперин поступает со словом ориентировка очень аккуратно формально он берет его у Павлова у Павлова Ивана Петровича есть два понятия ориентировочный рефлекс и ориентировочно исследовательская деятельность ориентировочный рефлекс это физиологический механизм так говорит Павлов в ориентировочном рефлексе психика не участвует это заданный врожденно рефлекс конечно важный для жизни но помимо этого есть ориентировочно исследовательская деятельность скажем ориентировка в новых условиях исследования этих условий это уже особый рефлекс как бы рефлекс любопытства рефлекс поиска нового который был назван Павловым рефлекс что такое в каких условиях я нахожусь это приходится отражать и тогда Петр Яковлевич берет эту вторую часть ориентировочно-исследовательскую деятельность и называет ее просто ориентировочной деятельностью почему просто ориентировочной деятельностью потому что исследовательская деятельность это частный случай ориентировки ориентировка предполагает не только исследования в состав ориентировочной деятельности входят первое исследование исследование ситуации второе оценка объектов оценка объектов по их значимости третье выяснение путей возможного движения выяснение путей возможного движения четвертое примеривание своих действий к объектам примеривание своих действий к тем объектам которые представлены в данной ситуации и наконец пятое и последнее это управление исполнением управления исполнением этих действий то есть мы видим что ориентировочная деятельность вообще говоря участвует на любых этапах выполнения действия и предварительных и исполнительных далее Гальперин пометит очень важно что ориентировочная деятельность это не только познавательная деятельность скажем для того чтобы испытать эмоцию тоже нужна ориентировка маленькая подсказка была мне сейчас по дороге меня кто-то о чем-то спросил сзади как пройти туда-то туда-то и когда спрашивают сзади неожиданно я испытал небольшой испуг ну как же так так надо сначала видеть человека а потом задавать ему вопрос так вот испуг или скажем удивление это конечно тоже ориентировка а это уже относится к эмоциональной сфере и наконец самый сильный вывод Гальперина он рассуждает о предмете психологии если говорит он все различные формы душевной жизни это фактически формы ориентировочной деятельности то тогда и предметом психологии является ориентировочная часть психических функций психика как ориентировка является предметом психологии и тогда давайте посмотрим где Гальперин находит психику в каких ситуациях он поступает очень строго кстати примерно так же как мы действовали прошлый раз он задает вопрос в каких ситуациях психика как ориентировка не нужна и в каких она становится необходимой он говорит вот ситуации где психика не нужна это стандартные условия поведения стандартные условия поведения он приводит массу примеров растение мухоловка которое ловит насекомых клейким веществом неосторожное насекомое приклеивается к мухоловке и становится ее добычей нужна ли здесь психика спрашивает Гальперин и отвечает нет потому что все обусловлено физиологически он даже скажет ну может быть иногда мухоловка ошибется какая-нибудь проворливая мушка выпрыгнет и освободится от клейкового вещества но в принципе говорит Гальперин такого механизма достаточно для жизни муравьиный лев хищник охотник на муравьев зарывается в песок на муравьиной тропке и сидит оставив лишь свою головку с челюстями неосторожный муравей заглянул в воронку посыпался песок рефлекторно чисто песчинка попала на голову муравьиного льва моментально в ответ выброс песочной струи которая сбивает неосторожного муравья и опять же муравей может схитрить освободиться но в большинстве случаев этого механизма достаточно для жизни в стандартных условиях ориентировка не нужна особый вопрос такие формы поведения Гальперин называет инстинктивными сегодня забегая вперед мы скажем кое-что об инстинкте Гальперин и здесь имеет свою точку зрения даже когда мы скажем идем по улице и беседуем с другом о чем-то важном мы если улица нам привычно знакома движемся по улице занимаясь чем-то другим а само движение уже не требует психического уже не требует ориентировки даже можно отважиться сказать что по привычному тротуару гладкому нормальному знакомому это вообще-то инстинктивное поведение наверное оно когда-то тоже требовало ориентировки а сейчас уже нет ну и скажем последний красивый пример где психика не нужна это лягушка которая ловит мошек на что она реагирует на мелькание мушки их и захватывает ее кстати говоря как разумно устроена жизнь мушка это пища для лягушки а лягушка в свою очередь это пища для змеи потому что когда змея якобы гипнотизирует лягушку своим взглядом Гальперин говорит это все устрашающие сказки на самом деле на мошку похож змеиный язычок он точно так же мелькает и лягушка попадается попадается в связи с собственным рефлекторным физиологическим механизмом и тогда где психика нужна ответ в новых условиях или при внезапном изменении условий петр яковлевич так же как и мы с вами встречался со своими слушателями на лекциях и наверное иногда там бывало жарко или душно он говорит вот обычно мы дышим это физиологический акт никакой ориентировки он не требует а если вдруг недостаток кислорода то возникает другая задача нужно либо форточку открыть нужно знать пути решения либо устроить сквозничок проветрить помещение это другая задача у растений возникает такая задача он говорит удивительно но у растений у которых есть зимний и летний период такой задачи не возникает скажем на севере растения на время заморозков просто замирает заметим не умирает а замирает останавливается жизнь точно так же бывает в тропиках при жаре растение засыхает на это время замирает чтобы потом обновиться вновь животное же ведет подвижный образ жизни и поэтому то что нам уже знакомо животное ведущее активный образ жизни ищет пищу в изменяющихся условиях и тогда мы подходим к самому главному вот где нужна психика скажем волк хищный зверь охотится на овец на овец овца ну обладает скажем привлекательным запахом поэтому овца существует в качестве объекта как нечто обобщенное привлекательное для хищника но для того чтобы совершить решающий бросок нужно ведь совершить его один раз без тренировки в реальности надо выполнить это действие один раз а это значит рассуждаем немножко грубовато но в принципе верно а это значит что нужно заранее сориентироваться в конкретных условиях заранее сориентироваться в конкретных условиях Петр Яковлевич приводит блестящий пример описание одного из полярников радиста Эрнста Крэнкеля Крэнкель наблюдает как молодой мишка белый медведь охотится на тюлень тюлень настороженно осматривается а мишка подползает к тюленю прикрывая свой черный нос и тем самым он кажется частью среды но вот настает время для хищного броска и видимо говорит охотник то говорит радист Крэнкель говорит охотник то был наверное неопытный прыгнул и перелетел через тюлень а в следующий момент оглянулся тюленя уже нет и что же делает медведь он возвращается на место с которого прыгнул и несколько раз тренирует свой прыжок это что это тренировка чтобы в следующий раз ну поставим это в слово в кавычках чтобы в следующий раз лучше знать данную конкретную ситуацию и тогда мы понимаем что Гальперин выделяет очень тонкий строгий критерий психики это есть ориентировка по сути мысленная ориентировка психическая ориентировка в новых нестандартных условиях предвосхищение действия знать заранее и направлять действия вот функция ориентировки маленькое замечание важное для дальнейшего для нашего третьего вопроса с Гальпериным мы сейчас простимся и перейдем ко второму вопросу а предупредить надо вот о чем мы сейчас в своей речи использовали слово действие это слово использует Гальперин применительно к животным таково его право если заранее наш испытуемый предваряет что-то он умственно действует так говорит Гальперин у Леонтьева слово действия будет иметь более точный смысл предупреждаю почему-то мы сейчас во втором вопросе почему будет ясно при рассказе о третьем вопросе почему-то мы сейчас вернувшись к Леонтьеву и говоря о животных будем избегать слов действия и цель Леонтьев избегал этих слов потому что он считал целенаправленное действие лишь достоинством человека почему это так мы подробно поясним пока я только предупредил и тогда мы переходим ко второму вопросу стадии развития психики и поведения животных стадии развития психики и поведения животных все содержание этого вопроса будет нами изложено в виде относительно небольшой таблицы которую можно прямо сейчас заготовить себе в тетрадках поясню что надо сделать надо нарисовать табличку в которой есть как мы видим на доске три столбца кстати с сегодняшнего дня видите доска в нормальном состоянии это так между прочим три столбца и три строки табличка три на три девять элементов девять элементов предел нашей рабочей памяти я скажу о том что в этих клеточках будут появляться только ключевые слова а всякого рода пояснения которые также будут вы можете выносить за рамки таблицы заготавливаем табличку а я пока говорю следующее стадии развития психики животных по столбцам пойдут некоторые критерии или особенности каждой стадии особенности характеристики каждой стадии первый столбец мы будем делить пополам сейчас объясню почему объясняю все постепенно не торопитесь почему во первых мы делим пополам потому что мы говорим о развитии а как мы знаем у развития источник это противоречие в первом столбце мы будем записывать некое противоречие которое становится объективной движущей силой развития противоречие между чем и чем между типом среды мы в прошлый раз говорили вслед за Леонтьевым среда бывает гомогенной гетерогенной тип среды в частности психика возникает в гетерогенной среде но об этом мы уже знаем а противоречит это вот с чем с содержанием отражения приводим сразу пример который будет характерен для первой стадии тип среды какая среда предметная вечно оформленная в среде представлены предметы а с содержанием отражения как мы говорили в первом вопросе по Леонтьеву с содержанием отражения являются отдельные свойства предметов вот вам противоречие в среде предметы а отражаю пока только их свойства столбец второй форма отражения форма психики и надо сказать что обычно эта форма психики будет задавать название каждой стадии ну и наконец то о чем мы пока не говорили но скажем форма поведения форма поведения или форма сохранения двигательного опыта кстати забегая вперед скажем что название форм поведения мы будем брать у дружественной психологии науки науки о поведении животных этологии когда животными их поведением и психикой занимается психолог он называется зоопсихолог он занимается как исследованием психики так и поведения этолог отличается от зоопсихолога тем что он исследует только поведение он не говорит о психике названия в этом столбце будут взяты из этологического словаря теперь о строчках строчки в данной таблице это три стадии развития психики по леонтьеву пока я их не буду называть пока я скажу что их название очень похоже на те формы отражения которые выделяются в философии причем знаете не выделяются какими-то философами с именами а выделяются средними учителями общества видения вот спросим у такого среднего учителя философии какие есть формы отражения и он скажет что в науке опознаний в одном из разделов философии гносеологии наука опознаний наука знаний выделяется три формы отражения я на доске зафиксирую их не в таблице а рядом с таблицей а вы можете вынести это вниз ощущение восприятие и мышление для продолжения разговора нам нужны хотя бы очень короткие определения этих форм отражения дадим их ощущение восприятие мышления у меня предложение когда у вас трудности вы лучше смотрите на доску чем друг другу в тетрадку так будет надежнее ощущение восприятие мышления тогда мы скажем ощущение и восприятие это чувственные формы отражения чувственные значит связанные с органами чувств чувственные значит непосредственные никаких других средств кроме органов чувств глаз ушей и других органов чувств здесь не нужно и тогда чувственные формы отражения подразделяются так ощущение это отражение свойств отдельных свойств впрочем мы это знаем еще и по вунту элемент сознания по вунту это отдельное чистое ощущение трудно выделяемое в реальной жизни для этого нужна интроспекция ощущение имеет и другое с основой на латынь название сенс сенсорика сенсорика это чувствительность теперь о восприятии чем грубо отличаются ощущения от восприятия ответ ощущение это отражение свойств а восприятие есть отражение предметов предметов в целом нам здесь припоминается еще одна школа гештальт психология они говорили единицы анализа сознания это целостные формы целостные фигуры на аморфном фоне восприятие в латыни именуется с латинским основанием перцепция я уже сказал это отражение предметов а единицы отражения здесь является образ образ индивидуально конкретного предмета данного предмета это не обобщенный образ это как бы чувственный слепок чувственный слепок с конкретного объекта итак ощущение это отражение свойств восприятие это отражение предметов в образах теперь мы переходим к мышлению мышление это рациональная форма познания рациональная для нас значит выходящая за пределы органов чувств мыслить рационально пока без пояснений это значит мыслить понятиями единица мышления это понятие и тогда скажем применительно к нашему вопросу что такое понятие и что отражается в понятии но во-первых понятие это еще идет из логики и это хорошо известно каждому из нас во-первых а понятие это обобщение в отличие от образа образ индивидуально конкретен конкретный кусочек мела а мел вообще это понятие во-вторых б для формирования понятий нужны особые средства средства которые выходят за пределы органов чувств ну например вот кусочек мела для того чтобы ощутить его например твердость или мягкость мне достаточно осязательных ощущений я ощупываю кусочек мела и говорю он твердый это будет ощущение твердости а для того чтобы иметь понятие твердости я должен сравнить мел с каким-то другим объектом например с доской и тогда один из объектов мел или доска будет средством познания другого мы делаем важный вывод мы используем предметы как средства и мы начинаем отражать отношения между предметами отношения между предметами вот что отражается в мышлении ну и тогда после АБ В скажем еще одно что в понятиях мы можем отражать существенные свойства предметов вот когда мы изучаем отношения между предметами мы можем выделять их существенные свойства существенные значит не ограниченные никаким органом чувств первые исследователи мышления скажем заодно первые психологи исследователи мышления которые работали в немецком городе Версбурге говорили так мышление не наглядно но существенно мышление выходит за рамки восприятия оно безобразно но понятийно итак мы подготовили почву для того чтобы дать хорошее определение мышления уже сейчас объединив все что сказали АБВ основные признаки понятия обобщенность наличие средств и выделение существенных свойств мы можем все объединить и сказать мышление это мышление это процесс обобщенного и опосредствованного корень здесь средства опосредствованного познания субъектом познания субъектом существенных свойств и отношений реальности существенных свойств и отношений реальности это определение пригодится нам когда-нибудь очень хорошо что мы его записали уже сейчас но для того чтобы назвать стадии нам достаточно знать главное ощущение отражает свойства восприятие отражает предметы мышление отражает отношения между предметами и тогда вы знаете у нас есть все для того чтобы заполнить первую клеточку нашей таблицы ведь первая клетка это та самая стадия развития психики где психика впервые возникает это чувствительность о которой мы уже говорили способность ощущать способность отражать нейтральные свойства объектов которые указывают на жизненно важное первая стадия развития психики называется Леонтьевым элементарная элементарная значит начальная неразложимая далее элементарная а по содержанию сенсорная сенс это ощущение элементарная сенсорная теперь давайте используем уже известный нам материал для того чтобы заполнить хотя бы первые два столбца тип среды где возникает психика в гетерогенной предметной вечно оформленной среде предметная среда предметная среда каково содержание отражения что отражается свойства объектов в том числе биологически нейтральные свойства объектов в какой форме отражается здесь мы движемся очень быстро поскольку материал нам знаком в какой форме отражается форме ощущений форма отражения ощущения и заметим именно слово ощущения задает название стадии сенсорная ну а теперь переходим к форме поведения вот здесь мы пока не были и ответ здесь такой какая форма поведения характерна для этой элементарной психики такой элементарной которую Леонтьев назовет психикой ну а скажем Гальперин не назовет потому что здесь по мнению Гальперина действует субъект в стандартных условиях эта форма поведения суть инстинкт инстинкт вы знаете этолог скажет инстинкт давайте через точку с запятой поставим не то что синонимы инстинкта а их другие названия на другом языке высказанные скажем физиология высшей нервной деятельности павловская школа такие инстинкты назовет безусловными рефлексами вы знаете неграмотно сказать инстинкт это безусловный рефлекс неграмотно почему потому что разные традиции возможно по материалу это одно и то же но традиции изучения разные термин инстинкт это термин из этологии из науки о поведении животных а безусловный рефлекс это термин из теории Ивана Петровича Павлова здесь можно было бы поставить многоточие сказав что есть и другие механизмы такие как таксисы тропизмы формы поведения но это материал для семинарских занятиях на лекциях мы разберем только главный термин инстинкт и теперь мы выходим за рамки таблицы и занимаемся представлением об инстинкте вы знаете сегодня представления об инстинкте настолько разнообразны что некоторые люди исследователи говорят что инстинктов вообще нет обычный материал для анализа инстинктов это насекомые что даже насекомые те же самые хищные насекомые совершая ну скажем решающий нанося решающий укол своей жертве все равно должны заранее определять траекторию этого нападающего полета инстинктов говорят одни нет вообще а другие говорят что инстинкты во первых есть и во вторых есть даже у человека нам пожалуй не так уж важно у кого есть а у кого нет инстинктов нам важно понять что это такое мы дадим два понимания инстинкта сначала классическое а потом современное классическое определение инстинктов будет достаточно жестким а современные уточнения внесут существенные изменения в то что мы называем инстинктивным поведением итак классическое определение инстинктов Прежде всего, инстинкты – это форма видового опыта. Форма не индивидуального, а видового опыта. Ну, скажем, наверное, есть и, конечно, есть инстинкты, рефлексы, которые присущи и биологическому виду гомо сапиенс, которому принадлежит каждый из нас. Это общий опыт, например, данного биологического вида. Видовой, а значит, он генетически заданный, врожденный. И тогда классическое определение инстинкта, я бы сказал сразу, очень напоминает определение поведения по Джону Отсону, по классике бихевиоризма. Инстинкт – это достаточно жесткая, я уже сказал, врожденная, это можно пометить и сюда, врожденная, достаточно жесткая программа, запятая, последовательность, элементарных движений, достаточно четкая программа, жесткая программа, последовательность элементарных движений, каждая из которых возникает в ответ на воздействие какого-либо свойства среды. цепочка, жесткая цепочка из движений. Каждое движение, элементарное движение, обычно называют звено, звено инстинкта. И по метафоре инстинкт – это жесткая цепочка из ряда звеньев. Очень напоминает поведение в классическом бихевиоризме. Исследователь инстинктов, а инстинкты хорошо изучать у насекомых, этолог начала века по фамилии Фабр, настаивал на том, что инстинкт – это очень жесткая программа. И, например, это иллюстрируется таким опытом. Вот есть насекомое, которое в течение жизни проходит ряд метаморфоз. То это была куколка, а ей предстоит стать бабочкой. И вот как эта бабочка или мотылек выбирается из своей личинки? Для того, чтобы выбраться из вот этого питательного кокона и преобразоваться, зажить новой формой жизни, этому будущему мотыльку нужно прогрызть в питательном коконе отверстие и выбраться оттуда. Что делает исследователь? Он проверяет жесткость инстинкта. Он ставит на место этого будущего отверстия стеклянную трубочку и закрывает эту трубочку точно таким же веществом, из которого состоит кокон. То есть, что предлагается сделать насекомому? Мотылек прогрыз одно отверстие, а перед ним пробка из точно такого же вещества. Челюстной аппарат подготовлен. Все в порядке. Можно прогрызть и эту пробку. Но инстинкт – это неизменная цепочка звеньев. Элементарное движение выполнено один раз. Все. В стандартных условиях должно следовать иное движение. И насекомое погибает в этой стеклянной трубочке, не прогрызая следующее отверстие. То есть, однажды звено исполнено и повторить его дважды уже нельзя. Вот символ жесткости инстинкта. А теперь более современные представления об инстинкте. Скажем с самого начала. Более современные представления об инстинкте используют другое слово. Здесь говорят об особом научении. Забегая вперед, я скажу, что слово «научение», слово «навык» появится только на второй стадии. Но современные представления об инстинкте говорят, что и на первой стадии тоже может быть научение. Какое? Замечательный, но уже не этолог, а зоопсихолог, отечественный зоопсихолог Курт Эрнестович Фабри называет это научение, если по-русски необходимое научение, а если с опорой на оригинал, облигатное, облигатное научение. Облигатное, значит, присвоенное с необходимостью. Есть такое научение у каждой особи. Но все-таки уже видите слово «научение». И тогда возникает, пожалуй, хрестоматийный пример выдающегося этолога, книги которого переводятся и не одна книга, а несколько на русский язык, под красивыми названиями «Кольцо царя Соломона», «Человек находит друга». Это этолог Конрад Лоренц. Конрад Лоренц. И мы приводим основной опыт Конрада Лоренца с облигатным научением, инстинктивным научением. Догадка Лоренца состоит вот в чем. Инстинкт становится жесткой формой поведения уже при жизни. При жизни инстинкт доопределяется. Поначалу он жестким не является. «Есть необходимость в особом акте». Акте доопределения инстинкта, который по-русски называется «запечатление», а по-английски, где слово будет «принт», «печать». «Импринтинг», «импринтинг», «принт», «печать», «запечатление». «Запечатление». Лоренц проводит опыты с новорожденными гусятами. Обычный в стандартных условиях инстинкт гусенка это следовать сразу после рождения за матерью. Мать ведет гусят к воде. Следовать за матерью. Это инстинкт. Лоренц пытается показать, насколько этот инстинкт будет жестким, если менять условия. Он заменяет мать ее муляжом, картонной фигуркой, и двигает ее. Гусята идут за этим муляжом. Тогда Лоренц скажет, ну, может быть, значима форма муляжа. И он решается изменить форму. Он берет вместо картонной уточки, картонной гусыни, подушку. И тоже двигает ее. Гусята идут за подушкой. В конце концов окажется, что они пойдут за любым объектом, за лодкой, ну, и, пожалуй, самое красивое, за самим экспериментатором. Что мы замечаем? Инстинкт доопределяется при жизни. Но при выработке, при доопределении, лучше сказать, инстинкта, есть ключевые раздражители. Ключевые раздражители. Какой здесь ключевой раздражитель? Объект, за которым следует гусенок, должен двигаться. Задано. Следовать за движущимся объектом. Чаще всего, в стандартных условиях, это и есть мать. Но изменили условия. И, кстати говоря, запечатление произошло. Инстинкт, когда он доопределился, он уже необратим. Инстинкт необратим. Пошел гусенок. Ребяточки, не отвлекайтесь, пожалуйста. А почему нельзя сказать студенту не шуми? Потому что это то же самое, что сказать невротику не волнуйся. Он все равно будет шуметь. И только потом ему сообщат, что о нем велся интересный разговор, а он как книжку листал, так и листает. Бессмысленно делать замечания в больших аудиториях. И я их не буду делать. Мы продолжим спокойно. Суть. Импринтинг это акт опредмечивания инстинкта. Пошел за лодкой. Лодка заменила мать. И за матерью, за гусыней больше не пойдет. Вот в чем суть дела. Это первое. И второе. Дело в том, что в инстинкте, а это скажет и Лоренц, и многие другие этологи, в инстинктивном акте четко задан результат. хищное насекомое наносит укол своей будущей жертве. Место на теле жертвы четко задано. Только сюда. Результат закреплен с неизменностью. А вот способ достижения результата. Ведь дуновение ветра и другие, так сказать, факторы, условия определяют траекторию полета. Гальперин бы сказал, что здесь весьма возможно, нужна ориентировка. Иначе, иначе не достигнешь результата. То есть, способ достижения результата может меняться. И такое понимание инстинкта, такое понимание инстинкта приближает нас ко второй стадии развития психики. Прежде чем перейти к ней, расскажем о знаменитом опыте Алексея Николаевича Леонтьева. В книге Леонтьева есть несколько опытов, которые излагаются, или несколько таких притчевых опытов, притчевых рассказов. Когда-нибудь в следующий раз будет притча о загонщике. А вот сейчас опыт, рассказ об американском Сомике. Опыт с американским Сомиком. Это такая небольшая рыбка. Американский Сомик находится в аквариуме, и некий корм для него, приманка, располагается в этом же аквариуме, но чем отличается это от привычных условий жизни для Сомика? Это отличается тем, что приманка загорожена марлевой перегородкой. И проход в перегородке находится в стороне от прямого пути к приманке. Как действует Сомик? Сразу скажем, почему он так действует? Потому что у него сенсорная психика. На что он реагирует? Куда он поплывет? Он поплывет к приманке, потому что он реагирует на свойства приманки. Запах. Он плывет на запах, упирается в перегородку, и начинает совершать такие как бы опробующие движения, проплывая туда-сюда до тех пор, пока не оказывается в проходе и, наконец, достигает приманки. Рационально ли это поведение в обычной жизнедеятельности? Категорически нет. Какое поведение это напоминает? Это напоминает поведение кошки в проблемной клетке Эдварда Торндайка. Потому что еще раз поместили Сомика в такие же условия, он опять поплыл на запах, и лишь постепенно исчезают ошибки, и он начинает прямо проплывать к проходу в перегородке. Но тогда ставим решающий опыт. Забегая чуть вперед, скажем, у нас здесь есть два предмета. Один предмет, предмет один, это конечный результат, приманка. Слово цель мы договорились не использовать, поэтому говорим конечный результат, предмет первый, а предмет второй, перегородка, предмет второй, это условия достижения результата. Условия. То есть у него в ситуации есть два предмета. Ставим критический опыт. Убираем перегородку. Сняли перегородку. Казалось бы, надо прямо плыть к конечному результату. Но Сомик продолжает идти к бывшему недавно проходу в перегородке, и лишь постепенно его траектория, траектория его движения становится прямой, кратчайшим расстоянием на пути к приманке. Чего нет у Сомика? Сомик не различает предметов. Вот хорошо себе представить некую картину мира насекомого. Помните, говорили рыбки. Дело в том, что Титченер когда-то говорил, что интроспективно можно исследовать даже психику животных, если набраться окаянства, и поставить себя на место животного. мысленно, каким будет мир. Вот мы ставим себя мысленно на место этого животного, и говорим, ну какой мир? В нем нет предметов. В нем есть только свойства предметов. Для того, чтобы перевести это еще более конкретно, скажем так, когда общий психолог смотрит телевизор, он видит там только иллюстрации их курсу общей психологии. Однажды, накануне подобной лекции, это было года 2-3 назад, я смотрел, тогда программа ТВ-6 демонстрировала нам старинные американские боевики. Мне кажется, что это очень полезное зрелище для постсоветского общества, когда хэппи-энд гарантирован, а вот приключений масса и личностный выбор, и так далее, и так далее. Впрочем, мы не уже не о личности, мы о сенсорной психике. Показывают такой боевичок, маленькую страшилку, где игра в следующем. Неким туристам за большие деньги предлагают побывать либо в Древней Греции, либо в Средневековье, либо на так называемом Диком Ковбойском Западе. Людей там заменяют роботы, и туристам можно, скажем, сколько угодно раз стрелять в непонравившегося ковбоя, он будет шикарно падать, растекаться кровью, потом его починят, и на следующий день в него тоже можно стрелять. Вот так расслабляются туристы. Робота ковбоя играет наш соотечественник, но выдающийся национальный герой Америки Юл Бринер. Тот, кто когда-нибудь посмотрит из вас фильм «Великолепная семерка», знайте, что Юл Бринер это герой ваших отцов и матерей. Он в великолепной семерке играет главную роль. Но то, что я рассказываю, это не великолепная семерка, это даже не ее ремейк, это просто использован тот же самый образ, но теперь это робот-ковбой. Робот именно. И вот какой-то турист, когда он догадался, что с ковбоем можно делать все, что угодно, то он его стреляет там каждый день. Ну и как всегда в страшилке, что-то в роботах меняется, они видите ли испортились, взбунтовались, и начинается переход, кстати говоря, на третью стадию развития психики, о которой когда-нибудь потом в следующий раз, а сегодня мы лишь перейдем ко второй стадии. Робот-ковбой преследует свою жертву, и нам показывает оператор, как видит робот окружающий мир. Он обладает, оказывается, сенсорной психикой. Он видит свою жертву в виде набора пятен. А жертва убегает, всячески изворачивается, и робот попадает в просаг, и от него уже остается там не кожа до кости, а какие-то куски железа, но он продолжает, как такой устрашающий скелет, там, кстати говоря, все меняется, уже не поймешь, где дикий запад, где средневековье, и в конце концов, робот вот сейчас уже нанесет решающий удар по неопытному туристу, но турист спасает себя чем? Он хватает там, в средневековье, со стены факел, и удар решающий наносится по самой яркой точке, то есть по факелу, и турист остается жив. Почему? Потому что робот, как и американский сумик не отражает предметов, тогда мы скажем так, мы близки сегодня к завершению, у нас осталось четыре минутки, мы скажем так, пока не будем называть стадию, рассуждаем, в какой среде живет животное, казалось бы, в предметной среде, в той же самой, нет, об этой среде, об этой задаче, нужно сказать по-другому, здесь возникают отношения между предметами, предмет один, как мы уже сказали, это конечный результат, а предмет два, это условия достижения результата, значит, какая это среда? Это среда предметных отношений, среда предметных отношений, выживет животное с сенсорной психикой в такой среде? Нет. Мы делаем вывод вслед за Леонтьевым, чтобы решить такую задачу, надо отражать и различать предметы, содержание отражения предметы, форма отражения, как мы уже сказали, это целостный образ предмета, а образ в латинском основании звучит как перцепт, восприятие перцепция и вторую стадию мы называем перцептивная стадия развития психики. Ну и тогда давайте заполним эту клеточку до конца, потому что у нас есть такая возможность. Как этолог назовет форму поведения? вообще-то он назовет ее по-своему в начале века такую форму поведения, характерную для второй стадии развития психики, называли дрессура, дрессировка. Вот животные в цирке это животные со второй стадии развития психики, их можно дрессировать, а позже это стали называть навыком, то есть научением. Заметим, каким научением? Индивидуально изменчивым. Навык это уже индивидуальный опыт субъекта, инстинкт видовой, навык, индивидуальный. А если бы Иван Петрович Павлов отвечал нам на вопрос какая здесь форма поведения? Условный рефлекс. А если бы Алексей Николаевич Леонтьев сказал бы каково ключевое слово для данной формы поведения? Мы скажем это двигательная, прежде всего двигательная операция. И вот о том, что такое навык, мы конечно уже знаем на материале исследований Толмана, крыса в лабиринте типичное существо с перцептивной психикой. гибкое приспособление к изменяющимся условиям. А вот определение операции я бы не хотел давать сегодня, мы его дадим в следующий раз. На сегодня это все. Спасибо за внимание. и субтитры субтитры